Окружные депутаты обсудили мероприятия, запланированные в год здоровья. Руководитель профильного департамента Сергей Свиридов выступил на заседании фракции «Единой России» с информацией о плане мероприятий на 2019 год в сфере здравоохранения и ответил на вопросы парламентариев. Руководитель здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ отметил, что текущий год, объявленный в регионе годом здоровья, является только началом проведения мероприятий, направленных на решение проблем здравоохранения. Одна из основных проблем, которую выделил Сергей Свиридов, это отсутствие на территории округа специализированных медицинских организаций третьего уровня, оказывающих в том числе высокотехнологичную помощь. Так, с 1 января 2019 года в Нинско-окружной больнице создано первичное сосудистое отделение, где планируется проводить операции по шинтированию. В дальнейшем рассматривается вопрос командирования в округ кардиохирургов из центра Алмазова для проведения сердечно-сосудистых операций. Сказали, что окажут нам содействие в командировании специалистов из центра Алмазова, когда там не будет больших объемов, которые могут приезжать сюда в рамках вахтового метода и делать операции по шинтированию, а может уже даже и шинтированию. Но нам пока в первую очередь нужно по шинтированию. Соответственно, сейчас рассматриваем вопрос, как я уже сказал, по приобретению ангиографа и МРТ. Но вот проблема единственная, это только с помещениями. При стройке главного корпуса помещения для этих аппаратов предусмотрены. Руководитель профильного департамента также рассказал о приобретении модульных ФАПов. К 2020 году планируется заменить ФАПы в 9 населенных пунктах округа. Также он сообщил о продвижении документов по строительству здания инфекционного отделения Нинско-окружной больницы. По словам Сергея Сверидова, строительство планируется начать в 2020 году. Стоимость объекта более миллиарда рублей. По строительству пристройки главного корпуса и инфекционного отделения на сегодняшний день нами поданы документы. В Минздрав это в рамках пристройки главного корпуса, потому что имелась проектно-осметная документация и положительное заключение по экспертизе. Сейчас они рассматриваются Минздравом и до конца февраля, до 1 марта будут переданы на рассмотрение МинЭК, Министерства экономического развития Российской Федерации, где уже будет приниматься решение о включении их в федеральную адресную инфекционную программу отопристройки. Кроме того, Сергей Сверидов ответил на вопросы депутатов, касающиеся улучшения оказания медицинской помощи жителям округа, в частности создания единой лаборатории. По мнению парламентариев, на сегодняшний день граждане сдают анализы в нескольких учреждениях, а это очень неудобно, особенно для пожилых людей. У нас сегодня три лаборатории. Это в окружной больнице, в лаборатории в Центральной районной поликлинике и в лаборатории в Тубис-Пансере. Примерно в среднем где-то на 60 жителей в России создается лаборатория, то есть 60 тысяч прикрепленного населения. Да. Соответственно, вопрос стоит правильно, мы ее будем создавать. Сейчас мы подыскиваем заведующего в окружной больнице, который мог бы взять на себя эту работу и объединить все три лаборатории. Но только в Тубис-Пансере останется маленькое направление, табаковая лаборатория. Забор анализов будет проходить по-прежнему, а лаборатория будет одна в административном здании окружной больницы. Также депутаты предложили организовать в сельских и городских школах проведение профориентационных мероприятий для мотивирования учащихся получить медицинские специальности.